набираем из двух кромочных 3 петли по лицевой стороне как это сделать вы можете посмотреть видео у меня на канале в плейлисте вязальные полезности название видео набор петель для планок ссылку я оставлю под видео если кто не знает как это сделать как набрать петли изначально вы можете посмотреть это видео затем следующий ряд у нас будет изнаночной и он будет вязаться лицевыми петлями чтобы получилась вот такая вот изнаночная дорожка на лицевой стороне следующий от лицевой мы тоже провязываем лицевыми петлями в изнаночном ряду мы должны будем соединить кромочные петли деталей с провязанными петлями которые на спице как-то сделать вот у нас кромочные петли детали вот они мы их должны будем соединить вот с этими петлями для этого нить должна быть перед работой и сначала мы снимаем петлю изнаночную не провязывая затем мы подхватываем нижнюю дужку кромочной петли вот таким вот образом ее поднимаем и одеваем на левую спицу она у нас тоже получается как изнаночная возвращаем изнаночную петлю которую мы только что сняли на правую спицу возвращаем на левую и провязываем две петли вместе изнаночной петлей дальше мы делаем точно также нить перед работой петлю с левой спицы переснимаем на правую подхватываем за нижнюю дужку вот у нас кромка кромочная петля вот это вот идет подхватываем одеваем на левую спицу возвращаем изнаночную петлю и провязываем вместе изнаночной петлей после того как мы провязали таким образом два раза две петли получилось следующую третью петлю мы провязываем просто изнаночной не поднимая никаких дополнительных петель почему мы так делаем потому что мы изначально из двух кромочных набирали три петли также мы их и объединяем мы можем присоединить только две кромочные петли третью мы просто провязали в данном случае и таким образом мы повторяем для конца ряда снимаем поднимаем возвращаем обратно провязываем изнаночной и точно также следующую петлю делаем провязываем и третья петля провязывается просто изнаночной получается у нас изнаночной стороны вот такая обработка с лицевой стороны это выглядит вот так вот такое провязывание петель называется имитация кетлевки если на планке мы присоединяли две кромочные к двум провязанным петлям и одну пропускали то в районе горловины вот здесь вот у меня уже начинается горловину мы присоединяем кромочные петли каждой изнаночной петли потому что здесь такой и набор был после того как мы присоединили петли мы вяжем резинкой каждый вяжет та резинка которая ему удобно или нравится и что мы имеем с обратной стороны с изнаночные вот так вот аккуратно у нас выходит и с лицевой стороны это смотрится вот таким образом где горловина тоже все аккуратно с изнаночной стороны и с лицевой это смотрится вот так вот такую все аккуратно хочет получить закреплять